В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых важных и ярких событиях этой среды вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город» сегодня в выпуске. Праздничная программа для женщин. Губернатор Рязанской области поздравил прекрасную половину региона с 8 марта. Седьмой в городе в Рязани открылся еще один бассейн. Цветы в подарок. Сколько готовы потратить мужчины на букеты для любимых? Веселые песни и танцы. Накануне 8 марта для женщин Рязани подготовили праздничную концертную программу. Лично поздравить прекрасную половину региона прибыл губернатор Рязанской области Николай Любимов. На радость горожанам прямо посреди Рязани под веселую музыку выступил ансамбль народной музыки. Своим позитивным настроением участники зарядили всех присутствующих. Мероприятие посетил и Николай Любимов. В Рязанской областной филармонии он лично поздравил каждую представительницу прекрасного пола. Я вас готов потом расцеловать. Спасибо. Спасибо. Праздничный концерт начал Рязанский губернаторский симфонический оркестр. Музыканты сыграли знакомые каждому зрителю мелодии с кинофильмов «Служебный роман» и «Обыкновенное чудо». После губернатор Рязанской области со сцены поздравил всех женщин с наступающим праздником. Мы вас очень любим. Мы любим вас, потому что вы красивые, потому что вы умные, потому что вы женщины. И это здорово, что вы рядом с нами. Ради вас мы совершаем самые безумные поступки в жизни. Я думаю, что можно сказать, что женщина – это движущая сила мира. Помимо музыкальных композиций на праздничном концерте прозвучали известные песни из кинофильмов и мюзиклов. Устроили гостям и небольшой сюрприз. Хор у рязанских чиновников во главе с губернатором Николаем Любимовым под названием «Весенний каприз» аккомпанировал министр культуры региона Виталий Попов. Такое необычное поздравление точно запомнится всем гостям мероприятия. В преддверии праздника хотелось бы присоединиться к поздравлениям губернатора области и пожелать всем женщинам любви, здоровья и долгих лет жизни. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. 1 октября 2009 года президентом Российской Федерации был инициирован проект под названием «500 бассейнов». Цель его – создание в вузах страны условий для массовых занятий водными видами спорта. За время существования проекта было построено более 100 бассейнов в разных регионах страны. 7 марта в Рязани на базе Рязанского государственного университета был открыт седьмой бассейн в городе. Шесть дорожек для спортсменов, современная технология водоподготовки и европейские стандарты. Бассейн «Классика» построен с учетом современных требований. Здесь можно проводить соревнования любого уровня. На открытии современного комплекса присутствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Я надеюсь, дорогие ребята, что вам этот бассейн понравится, что он будет служить университету и области долго, что он позволит вам укреплять здоровье. Нам нужны в том числе и в первую очередь здоровые люди. На открытии бассейна «Классик» директор строительной компании, которая и воздвигла этот комплекс, передал символический ключ от дверей ректору вуза, чтобы они всегда были открыты как для студентов, так и для жителей города. Ректор, в свою очередь, поблагодарил и губернатора за активную помощь при строительстве бассейна и попросил его дать старт спортивной жизни комплекса. На стартовых упорах спортсмены города, кандидаты и мастера спорта по плаванию. Через несколько секунд здесь начнется настоящее состязание. Победителям заплыва вручают сертификаты на свободное посещение бассейна. Лучший результат – 24 секунды. Второе место занял Сергей Цинкин, кандидат в мастера спорта по плаванию. По словам спортсмена, этот бассейн немного отличается от других в нашем городе. Например, стартовыми упорами, которые установлены так же, как и в профессиональных бассейнах. Очень хорошая вода, хорошо плывется. В общем, все нравится, как здесь все сделано. Можно и проводить лекционные занятия в этом помещении, можно заниматься в зале. Все сделано для студентов. В здании бассейна также располагается тренажерный зал. В нем ежедневно занимаются как юноши, так и девушки. Притом его могут посещать не только спортсмены-пловцы, но и все желающие. В день открытия бассейна губернатор области побеседовал со студентами-активистами университета. Вопросы задавались самые разные. От подарков на 8 марта до развития региона. На все губернатор постарался ответить. Коснулись и темы спорта. По словам Николая Любимова, это направление нужно развивать в регионе. И в этом году мы будем спортивные площадки продолжать строить. И в следующем году мы планируем еще два фокуса все-таки построить. Мы нанимемся, что получим поддержку из федерального центра. Чем больше людей мы привлечем к занятиям физкультуры, тем лучше. Это не просто показатель. Это общий, скажем так, такой индикатор для состояния дела в области, в любой. Когда люди занимаются больше физкультурой, соответственно, меньше болеют. Это уже второй спортивный комплекс, который открылся в Рязани в 2018 году. В начале месяца в городе Кораблино был открыт культурно-оздоровительный комплекс, который уже пользуется большим спросом у местных жителей. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Во вторник, 6 марта, в жилом доме на улице Солнечной произошел пожар. Загорелась квартира на втором этаже. Огнем была повреждена комната площадью около 12 квадратных метров. На место выезжали три расчета. На момент пожара в квартире находился ребенок. Ребенок не смог самостоятельно покинуть квартиру через дверь и был вынужден эвакуироваться через окно. Подростка немедленно госпитализировали. На данный момент сообщают, что он не получил серьезных травм. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное и готовят подростка к выписке. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. На пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта планируют изменить движение. Об этом сообщает сайт администрации города. С 19 марта на перекрестке разрешат левый поворот со стороны Московского шоссе по направлению к железнодорожному вокзалу Рязань-1. Светофор будет работать в тестовом режиме. Также там появятся соответствующие дорожные знаки. В современном мире постоянно появляются новые профессии, которые успешно осваивают как мужчины, так и женщины. Но в преддверии праздника 8 марта, конечно же, всеобщее внимание приковано к представительницам прекрасной половины человечества, которые наравне с мужчинами работают на заводах, управляют наземным и воздушным транспортом, несут службу в правоохранительных органах и Следственном комитете России. При упоминании о сотруднике Следственного комитета сразу всплывает образ следователя. Но в последнее время в ведомстве появляется все больше новых профессий. Не исключением является и профессия полиграфолога. Сегодняшний наш рассказ в преддверии Международного женского дня об эксперте-полиграфологе Следственного управления СК России по Рязанской области Савельевой Татьяне Ивановне. Приветливая и красивая женщина, при общении с которой как-то сразу успокаиваешься. Хочется разговаривать с ней и улыбаться. То ли все дело в ее природном обаянии, то ли в ее подходе к людям. Но скорее и то, и другое. Татьяна Ивановна – профессиональный психолог со стажем работы более 20 лет, кандидат психологических наук. В качестве эксперта отдела криминалистики Татьяна Савельева вот уже несколько лет проводит психофизиологические исследования с использованием полиграфа. После защиты диссертационного исследования у меня был такой творческий простой, и мне в руки попалась книга Варламова «Детектор лжи». С этого момента я поняла, что я, в принципе, хочу этим заниматься, мне это очень нравится. Ведь детектор лжи – это… он не выявляет правду или ложь, он всего лишь фиксирует физиологические реакции человека на предъявляемые вопросы. А дальше уже идет работа эксперта, в том числе и по установлению психологического контакта с целью установления истины. И здесь нет места ошибки. Потому что от моей работы зависит иногда и судьба человека. Вдохновилась интеллектуальная работа и мама, и ее старшая дочь. Сейчас Наталья учится в Академии права управления в СИН России, в дальнейшем также мечтает посвятить свою жизнь юридической психологии. Я тоже хочу быть увлеченной работой, чтобы с удовольствием каждое утро вставать, куда-то идти, заниматься любимым делом. И вот работа полиграфолога такая, она достаточно сложная, но в то же время ответственная и позволяющая общаться с людьми для того, чтобы выяснять истину. И как говорил Шерлок Холмс, истина где-то рядом, но с помощью полиграфа мы можем к ней приблизиться. Но не только трудовые победы и разгадка тайн человеческих судеб занимает Татьяна Ивановна. Дома она любящая и заботливая жена и мама двух дочек. А профессия психолога помогает ей сохранить погоду в доме и дает простор для творчества и выдумки. Я считаю, что я все-таки счастливый человек, потому что я с большим удовольствием хожу на работу и с большим удовольствием возвращаюсь домой, где ждет меня моя семья, где ждут меня мои девчонки, которые хотят получить от меня тепло, совет, поддержку, подсказку. Все, что я могу дать как мама и как профессиональный психолог. Я разделяю со своим мужем его увлечения. Мы вместе ездим на рыбалку, где отдыхаем не только телом, но и душой, и головой. Могу даже похвастаться у меня. Мой персональный улов – это вот я поймала судака на 2 килограмма. Я счастлива, что у меня есть семья, я счастлива, что у меня есть дети. У нас большая дружная семья. По выходным мы чтенько собираемся и смотрим вместе фильмы. Вместе готовим. Люблю, когда мама готовит блины. У нее они самые вкусные. Так кто сказал, что служба в следственных органах – не женское дело? Ведь требуемые здесь качества, аккуратность, дотошность, точность и огромное терпение чаще всего присущи именно женщинам. Вот только одна оговорка – женщины в погонах – представительницы полупрекрасного, но не слабого. В преддверии 8 марта в стране начался настоящий цветочный бум. Тюльпаны, мимозы, ирисы, магазины закупают цветы в огромных количествах, так как знают наверняка. Желающих приобрести букет к первому весеннему празднику будет много. Готовятся ли мужчины к женскому дню и собираются ли покупать цветы? Узнаем из следующего материала. Цветы в преддверии 8 марта – самый востребованный товар. Почему-то считается, что именно на этот праздник женщинам в обязательном порядке нужно дарить цветы. Согласны ли с этим мужчины и сколько они готовы потратить на букеты? Мы спросили у рязанцев. Цветы – желательный подарок на 8 марта. Ну, кто сколько может, столько потратить. У всех по-разному. Цветы, естественно, атрибут обязательный для каждого праздника, что связано с женщиной и девушкой. Ну, в среднем мужчины, я думаю, не больше полтора-двух тысяч готов потратить для поздравления любимых своих женщин. Не обязательно. Лучше подарить кольцо. Это смотря, сколько любимых женщин. А то можно и все потратить. Много. Неважно, насколько дорогим будет букет, важно внимание и ощущение весны, которое дарят цветы. А купить их накануне праздника можно буквально на каждом шагу. На рынках и остановках, в супермаркетах и, конечно же, в специализированных салонах. Сюда покупатели идут один за другим. Заказывают букеты, чтобы забрать их непосредственно в праздник. Покупают цветочные композиции заранее или в подарок коллегам. В общем, флористам приходится не сладко. За день они собирают десятки букетов, а рабочий день превращается в ненормированный. Но даже в такой суматохе они старательно работают над каждой цветочной композицией. Когда я, например, делала букет, я всегда думаю о том, понравится ли мне этот букет, если мне его преподнесли. И поэтому отношусь сюда-сюда трепетно. И мои коллеги также. Потому что хочется, чтобы были довольны. Мы ради этого и работаем. Особой популярностью в эти дни пользуются тюльпаны и гиацинты. Конечно же, в фаворе всеми любимые розы, хризантемы и остромелии. Все чаще мужчины заказывают необычные композиции, которые помещаются в шляпные коробки и корзины. Здесь все зависит от желания клиента и суммы, которую он готов потратить. Диапазон очень разбросанный. И это от одной розы до огромных корзин. Вот сегодня у нас молодой человек забрал огромную корзину, в которой было 77 роз. То есть это достаточно масштабно. Стоит отметить, что в эти дни количество закупаемых цветов возрастает в десятки раз. Так что не стоит переживать о том, что в день самого праздника вы не сможете купить букет любимой девушки. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Поздравили женщины и сотрудники ГИБДД. Акцию провели на рязанских дорогах совместно с «ЛАФ-радио» и радиостанцией «Дача». Несмотря на то, что прихода настоящей весны, по уверениям синоптиков еще придется подождать. Хорошее настроение уже буквально разливается в воздухе. А улыбки все чаще украшают лица прохожих. Впереди им самый весенний праздник. И в преддверии 8 марта рязанские госавтоинспекторы поздравили милых дам с международным женским днем. Сотрудники госавтоинспекции проводят мероприятия поздравительные. При общении с водителями и женщинами сотрудники госавтоинспекции желают им хорошего здоровья, благополучия, также безопасных дорог. И обращают внимание на то, чтобы они были более внимательными за рулем. Компанию полицейским составили сотрудники радиостанции «ЛАФ-радио» и «Радио-дача», которые дарили рязанским автоледи цветы и подарки. Мы вам желаем тоже всего самого наилучшего. Еще слушайте «ЛАФ-радио» и «Радио-дача». Мы только его и слушаем. Автолюбительниц совсем не огорчали в неплановой остановке. И они с удовольствием делились хорошим настроением. Спасибо, подняли настроение, очень приятно. Всегда в машине я слушаю «ЛАФ-радио», моя любимая радиостанция. Особенно сейчас, двери везли. Очень люблю. Да, радио-дача класс. Спасибо вам большое, очень приятно. Всего вам спасибо. Всего доброго. Я обожаю «ЛАФ-радио», самое крутое радио. Уже совсем скоро зажурчат ручьи и запоют птицы. А весна станет полноправной хозяйкой нашего настроения. Ну а пока давайте больше улыбаться, радовать друг друга. И, конечно, соблюдать правила дорожного движения и слушать хорошую музыку. Много-много поздравлений, хорошего настроения, весны, тепла. Хорошего настроения, здоровья, всего самого наилучшего. Стабильности, здоровья, удачи. Чтобы в их доме всегда было солнышко, чтобы тепло было, дети не болели, здоровье было у всей семьи. И чтобы мужчины не забывали дарить им цветы не только на 8 марта. Буквально на днях в торговом центре «Премьер» прошел день открытых дверей Рязанской палаты недвижимости. Центральным его событием стало награждение победителей конкурса детского рисунка «Дом глазами ребенка». Каждый участник получил призы от организаторов и партнеров мероприятия. День открытых дверей Рязанской палаты недвижимости прошел весело и, несомненно, с пользой. Для взрослых был организован брифинг с ведущими специалистами в сфере недвижимости. Ну а в это время дети принимали участие в детском празднике, на котором были подведены итоги фестиваля рисунка «Дом глазами ребенка». В ходе праздника ребята участвовали в веселых конкурсах и получали подарки от партнеров данного мероприятия. В их числе – капитал строитель жилья. Мы всегда очень рады принять участие в мероприятиях от Рязанской палаты недвижимости, потому что они всегда очень добрые, позитивные и сплочают всех людей. Представителям строительной компании пришлось нелегко. Из сотни детских рисунков – талантливых, красочных, ярких – им предстояло выбрать трех победителей. В их числе оказалась и Дарья Кантаурова. Она подошла к заданию совсем как будущий работник сферы недвижимости. Я из два человека – один риэлтор, а второй – один человек, потому что они помогают людям найти свой дом. Даша получила в подарок от компании «Капитал строитель жилья» настольную игру. Мы решили подарить именно настольные игры, чтобы семья собиралась вместе, общались, веселились, чтобы были позитивные эмоции. И, кстати, в квартирах типа «Смарт» от «Капитал строитель жилья» вы можете это делать в своей огромной гостиной. Праздник прошел весело, а самое главное – каждый из участников фестиваля получил памятный приз от организаторов Дня открытых дверей. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Коллектив нашей телекомпании поздравляет всех женщин с праздником весны. Мы желаем вам любви, здоровья и солнечного настроения. На этом мы прощаемся с вами до понедельника и желаем хороших праздничных выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грязь, слякость, выхлопы. Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова